От яблони до тополи. 578 саджанцев посадили у подникольским парку Могилёва. Цапер тут представлены усе породы древ, якея только есть у Беларуси. Не в забаве у самом центре города заявится соправдный природный оазис. Деревья разных форм. Это будут колоновидные, шаровидные, обыкновенные, раскидистые. И также осенью листва будут чередоваться красные, зелёные, жёлтые. То есть всё сформировано так, чтобы радовать глаз отдыхающих. Парк подниколья меняется и дякую чехараджанам. Сегодня тут працавали сотни могилёвчан. Я исконная могилёвчанка, мне хочется, чтобы в городе было хорошо. А хозяин должен всегда следить за чистотой города. И поэтому мы здесь. Как можно сделать город лучше, не работая при этом руками? Вот мы как бы так подумали и решили, что субботник – это отличное время для того, чтобы попытаться как-то облагородить наш город. И решили прийти сегодня сюда. Наверное, субботник – это тот день, тот повод, чтобы сделать наш город краше. И приятно будет потом с детьми выйти на эту же аллею и знать, что конкретно эти деревья посадили мы и рассказывать. Доброупорадкование подниколья продолжится. В наступном годе тут зявится вировочный городок, лесица от площади Орджоникидзе, каскадный фонтан, велодорожки и не только. Мы планируем провести опять-таки пленэр «Каменная сказка» и сформировать аллею городов по-братиму, городов-партнёров. Будем продолжать установку скамеек, игровых площадок, спортивных тренажёров, потому что они востребованы. То есть парк должен жить своей жизнью. Илья Соболев, Александр Тарасов. Новина региона.